Здравствуйте, ребята! Я Ваш педагог дополнительного образования по настольному теннису Ахетов Аманжол Салимулы. Сегодняшняя тема – выполнение подрезки в настольном теннисе. Цели занятия. Развивать физические качества, реакцию, ловкость, координацию, выносливость, воспитывать силу воли. Задачи. Закрепить тактику игры против защиты, нападение игрока средней линии, закрепить правила одиночных игр, приобретение навыков подрезки справа, слева, в процессе тренировки. В данном случае – имитация движения ракеткой. Содержание. Играть подрезкой следует уже по опускающему мячу. Объясняется это тем, что мяч находится максимальное количество времени в полете и уже успевает потерять свое вращение. Это облегчает игру. Классическая защитная школа игры – подрезка – практикует игру даже ниже уровня стола. Как правило, в современном настольном теннисе подрезка справа играет в средней зоне стола, когда невозможно сделать начало атаки через топ-спин, и нашей задачей становится сковать действие и передвижение противника, в то же время создать на следующем мяче возможность для атаки. Подрезка справа является базовым элементом защиты в настольном теннисе. Основными задачами подрезки являются сдержание атаки и давление со стороны противника, сковывание его движения, тактический разброс по столу и создание возможности для собственной атаки топ-спином. Подрезка выполняется как по защитным и так по атакующим ударам противника – накат-топ-спин. Как тренировать подрезку справа в настольном теннисе? Перечислим основные упражнения для отработки на уроках – настольного тенниса подрезки справа. Имитация подрезки справа у стола. Акцент делается на перемещении у стола и на правильность выполнения элемента. Так как имитация проводится без реального мяча, то необходимо фокусировать свое внимание на правильность постановки ног и движения корпуса и руки. Передвижение у стола выполняется с помощью приставного шага. При этом стойка и расположение ног сохраняется. Подрезка справа на колесе. Выполняется движение, имитирующее подрезку на тренажере колесо. Задача спортсмена является касание колеса в верхней точке. Достоинством тренажера колесо является необходимость касаться колеса, так как колесо расположено на необходимом уровне взятия мяча. То это формирует правильный наклон корпуса под мяч, распределение веса тела и гармоничное движение. Подрезка справа на большем количестве мячей используется для отработки многократного повторения удара. Тренер набрасывает из левого угла стола ритмично мячи из корзины с нижним вращением. Правый угол. Ученику необходимо выполнять подрезку справа, противоположный правый угол стола. Тут могут быть различные вариации. Когда ученику необходимо играть не только в правый угол подрезка, а, например, играет один мяч в центр, другой в правый угол. Первый мяч близко к сетке, второй в угол. Первый мяч играется из правого угла, второй из центра. Первый мяч играется подрезкой справа, в средней зоне стола, второй в дальней. Экспериментируйте в различных упражнениях с большим количеством мячей при отработке элемента. Это дает очень быстрый рост. Домашнее задание. Имитация подрезки справа слева у стола. Данные видео и материал добавлю в WhatsApp, в чате и в Instagram. Оставайтесь дома, берегите себя и близких. Продолжение следует...